Здравствуйте! В эфире программа о культуре и интонация в студии Светланы Самойлова. Сегодня в центре нашего внимания поступление в Оренбургский институт искусств и творческие СУЗа региона, музей Мусы Джалиля в Шарлыкском районе и песни Людмилы Зыкиной в творчестве заслуженной артистки России Оренбурженки Юлии Учватовой. Прежде чем приступить к основным темам, освежим в памяти события уходящей недели. От души посмеялись и хорошо провели вечер те, кто пришел в Оренбургский драматический театр на спектакль «Примадонны». Комедии в двух действиях, наполненной юмором и переодеваниями, труппа завершила 158-й сезон. Он запомнился значимыми для театра событиями и громкими премьерами. «Северный ветер», «Золушка», «Пышка», «Милые люди». Последний вошел в афишу первого фестиваля театра в Поволжье. Его посмотрел гость форума, народный артист России Александр Калягин. За музыкальное руководство и исполнение ролей в постановке творческая группа получила премию «Оренбургская Лера». Труппа пополнилась еще одним заслуженным артистом России. Звание получил актер Сергей Тыщенко. На новый сезон у коллектива, как всегда, большие планы. В перспективе сказка для самых маленьких детей «Таинственный гиппотам», но и премьера этого уходящего сезона «Лейтенант с острова Нишмор» в постановке Александра Федорова. Ну и, конечно, мы хотим сделать очень большой подарок для всех наших зрителей оренбуржцев. Это музыкальная комедия, спектакль «Свадьба Малиновки». До встречи в новом сезоне! В Оренбургской полиэтнической детской библиотеке прошла презентация пилотного варианта проекта «Гостиный дворик». Здесь собрались ребята, которые с интересом познакомились с творчеством юных талантов Оренбуржья. «Гостиный дворик» — приложение к альманаху «Гостиный двор». Его учредители — Оренбургская областная общественная писательская организация, Министерство культуры и внешних связей нашего региона. Над первым выпуском работали художница Виталия Кожевникова и редактор Юлия Стрельникова. Номер журнала посвящен юбилеям Оренбурга и области, поэтому на его страницах рассказывается об истории, природе, казачьих обычаях края. Юные авторы стихов и прозы, которые размещены на страничках дворика, читали отрывки своих произведений, а ведущие презентации знакомили гостей с рубриками необычного сборника. Интересно было и взрослым, и детям. Мероприятие прошло в игровой форме. Очередная литературная презентация состоится в этой же библиотеке осенью. Орский драматический театр готов к встрече со зрителями на 90%. Реконструкцию планируют завершить к концу августа. Для строителей это не просто объект, а зона повышенной ответственности. Ведь сразу после открытия драмтеатр станет центром культурной жизни Восточного Оренбурга. Огромное доверие губернатора. И мы стараемся, мы сработаем две смены. Я сам уезжаю сейчас очень поздно. Всем, весь мой коллектив переживает. Вот сейчас спросите любого моего рабочего. Мы хотим дать качественный, но такой хороший объект драмтеатра, чтобы он был не только лучше в Оребужье. Вот это вот наш такой девиз. Таков девиз не только строителей, но и всех, кто имеет какое-либо отношение к данному театру. За его судьбу переживали зрители, актеры, проектировщики и представители власти. Очень серьезный, продуманный, глубокий подход. Проектирование ремонта этого театра началось задолго до его начала. В 2011 году нам удалось начать этот ремонт. В ходе ремонта мы вынуждены были провести некую корректировку наших планов. Это благодаря тому, что появились благотворительные средства, и нам существенно удалось улучшить проектные решения. По окончании работ театр будет выглядеть вот так. Кафе, холлы и зрительный зал в красивом цвете и уникальном дизайне. Сейчас строители активно работают над воплощением задуманного. Специалисты по механике уже реализовали большую часть планов. Сегодня по техническому оснащению, по качеству работ, по интерьерам, сегодня есть все, чтобы зритель себя чувствовал комфортно, чтобы он гордился, что в городе Орске есть такое здание, есть такой театр, куда можно действительно прийти в красивом вечернем платье. День открытия обновленного театра для горожан станет настоящим праздником. Все свое мастерство актеры покажут на сцене. Тем не менее, важно отметить, что труппа Орской драмы не сидела сложа руки, даже в период ремонта ставила спектакли в плановом режиме в небольшом арендованном зале. Июль. Время поступления. Уже совсем скоро свои двери для абитуриентов распахнет Оренбургский государственный институт искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Журналист Юлия Молостова встретилась с ректором вуза Борисом Хавториным, чтобы узнать о особенности поступления в 2014 году. У нас в гостях Борис Хавторин, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор, ректор Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, автор более ста научно-методических трудов. Борис Порфирьевич, рада приветствовать вас в нашей студии. Началась вступительная страда. Скажите, пожалуйста, какие специальности сегодня есть в Оренбургском институте искусств? В институте на сегодня реализуются 12 специальностей высшего образования и среднего профессионального образования, поскольку у нас в структуре института не только, собственно, вузовские специальности и направления, но и у нас есть колледж. Борис Порфирьевич, интересно, какая специальность наиболее востребована, наиболее популярна? Ну, как мне кажется, это актер драматического театра и кино. Или ошибаюсь? Ну, год на год не приходится. Я могу сразу сказать, что актер театра драмы и кино и актер музыкального театра, да, это популярные специальности, там конкурс. Обычно это бывает где-то три человека на место, иногда четыре человека на место. А у музыкантов большой популярностью в вузовском звене пользуется вокальное искусство. Причем как академическое, так и народное. Почему? Потому что у нас очень сильная преподавательская база, школа. Когда в Академии Гнесиных открывали мы народные сольные пени, Райкова тогда Людмила Ивановна еще жива была, она художественным руководителем хора Оренбургского была. И когда я приехал открывать, то мне в Академии Гнесиных, а там УМО находится, вот как раз человек, который отвечал за это, за все Шамина, она когда узнала, что будет у нас учить Райкова, она сказала, да я сама к вам учиться поеду. Хотя это все от нее, перед такими людьми надо снимать. Это легенда. Вокальная школа у нас очень сильная, поэтому к нам едут поступать, причем со всех концов. Это не обязательно оренбуржцы. И у нас сейчас учатся из Казани, из Башкортостана, из Казахстана, округа вся. То есть Оренбургский институт искусств это бренд? Конечно. То есть мы не обычный вуз, не как все, мы специфический вуз. Действительно мы готовим штучный товар, и у нас главный все-таки талант. Поэтому и результаты. И везде, где бы мы ни бывали на фестивалях и за рубежом, везде наши студенты, везде побеждают, везде дипломы. Чем отличается ваш вуз от многих других, точнее, чем отличаются ваши студенты? Они практически все работают, будучи еще учащимися вузами? Да, конечно, конечно. И я это поддерживаю, потому что для артиста очень важно почувствовать сцену. Конечно, мы не только артистов готовим, даже, я бы сказал, музыканты большей части становятся преподавателями. Они работают в музыкальных школах, у нас 70 музыкальных школ, работают в колледжах, у нас 5-их. В Оренбургской области мы уже построили подобное количество. Но вуз все-таки, в отличие от колледжа, он должен готовить прежде всего для сцены. А сцену почувствовать не всем дано сразу. Некоторые сразу встают и моментально владеют, перевоплощаются. И актеры, и музыканты, и за роялем. Но это редкость. В основном нужна сценическая практика. А чтобы ее получить, нужно на этой сцене не один год простоять. И не просто на пустой сцене, а вот чтобы в зале люди были. И почувствовать вот этот контакт. Вот это очень важно. И мы идем на все ради того, чтобы они на сцене не только нашей, и не Оренбургской, но и Московской, и зарубежной, чтобы они везде выступали. Ростропович, когда у нас учился в годы войны, он больше, по-моему, на сцене выступал. Мы с Ленинградским малым театром, Малиготом, и с филармонией, и по области ездил, и в Морске, и в Медногорске, он рассказывал, был в годы войны. И он всегда это вспоминал. Он говорит, вот это была действительно настоящая школа. Потому что я выступал перед людьми, я видел глаза людей, я понимал, что мне делать дальше. Я вот именно в глазах людей видел, что я делаю правильно, что неправильно, и что мне нужно изменить. Ну, так все мыслят, и поэтому мы позволяем. Да, это наша специфика. Главный показатель успешности вуза – это то, насколько устраиваются выпускники этого самого вуза. Вот у вас с трудоустройством как? Мы настолько камерный вуз, мы заранее уже знаем, кто где будет работать, все просчитали. И дети знают, и родители знают. Актеры идут в наши театры, а у нас их семь. Ну, пока это в основном театр драмы и театр музыкальной комедии, татарский драматический театр. Ну, сейчас вот будем комплектовать и театры другие по области. Если говорить о музыкантах, то многие из них работают в филармонии. В театре музыкальной комедии есть оркестр. Он весь из наших выпускников на 99%. Кстати, хороший оркестр сейчас. И дирижер наш тоже там сейчас. И плюс большое количество учебных заведений, различных самодеятельных коллективов, где работают наши выпускники, мы как бы туда определяем и со всеми держим связь. Поэтому у нас как единый живой организм работает. Ну и плюс наше министерство культуры, которое тоже всем занимается. Морис Порфирович, очень рада была встрече с вами. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Пришли в студию программы «Интонация» успешного вам набора и творческих, креативных учеников. Спасибо. Музей для всех. Более полувека принимает Мустафина гостей, поклонников знаменитого поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля. Здесь, на малой родине писателей, действует музей, где хранятся его подлинные вещи. После реконструкции он стал одним из самых посещаемых мемориальных комплексов Оренбуржья. Вместе с писателями из разных регионов страны и ближнего зарубежья с уникальными экспонатами знакомилась и наша съемочная группа. Мустафина. Мемориальный комплекс Мусы Джалиля. Здесь легко дышится, хочется размышлять и не покидает чувство незримого присутствия поэта. Кажется, что допишет он строчку и заведет пытливую беседу с приезжими на вечные темы о времени и писателях, гражданской совести и подвиге, любви и разлуке. Гостей Мустафина ждали. Собрались, чтобы послушать стихи и прозу в исполнении авторов. И они не разочаровали. Диана Кан из Самары, Александр Ефимов из Уральска, Михаил Кирдишов и Петр Краснов из Оренбурга. Дух истинной поэзии витал в музее. В 91-м году ему присвоен статус народного. После реконструкции, проведенной на средства Оренбургской области, он стал еще притягательнее и по форме, и по содержанию. В экспозиции выставлены подлинные вещи Мусы Джалиля. Из подлинных предметов, которые принадлежали семье Залиловых, у нас в нашем музее хранится дорожный чемоданчик, метный куман и старинные полотенца семьи Залиловой. У нас в нашем музее хранится подлинная рукопись поэта. Это стихотворение, написанное поэтом к свадьбе своего брата Ибрагима и Зубайды. Хранятся в нашем музее подлинные фотографии семьи Залиловых и подлинные фотографии поэта периода Великой Отечественной войны. Мусат Джалиль – поэт, участник Гражданской и Великой Отечественной, герой Советского Союза. Теперь живет в людской памяти. Он воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был тяжело ранен и попал в плен. Был связан с подпольной организацией Берлинский комитет ВКПБ. В августе 43-го арестован гестапо и год спустя казнен на гильотине. В концлагере Джалиль написал больше сотни стихотворений. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» поэту посмертно присуждена ленинская премия. «Проснулся я, как прежде я в тюрьме, и камеру угрюм, все та же, и те же кантовы, и в путь мне все то же горе ждет и стынет на страже». Я много езжу, поэтому могу сравнивать. Музеев много-много видела по всей России, по зарубежью. Мне понравилось в этом музее то, что тут как бы он одновременно инновационный. Я видела вот эти вот сейчас все экраны, вот это все очень так. И в то же время это как-то вписано в контекст культурных корней. То есть это одно другому не противоречит, как порой, к сожалению, бывает. У нас инновации часто вытесняют то, что у нас было. То есть крона начинает вытеснять корни. Что скажешь? Молодцы, хорошо сделали музей. Впечатляет очень. Жизнь была прожита не зря такими людьми, как Радимцев, Мусаджиэли. Они столько вложили в нашу Родину своих сил, своей страсти, своей любви. Дай Бог нам перед ними не опростоволосится. Вот мы сегодня пришли сюда, детки прибежали, у них такие глаза. Они пусть там хихикают еще по-детски, но они пришли. Это такую надежду дает в сердце и в душу. И уверен я, что наша Родина, Великая Россия, никогда не погибнет. Не погибнет и слава о великом поэте Муседжиэли, отдавшем свою жизнь невольникам и героям на гильотине. За самое дорогое, горячо любимое, семью и отчизну. Первого июля будет пять лет, как ни стало великой российской певицей Людмилы Зыкиной. Если бы Людмила Георгиевна дожила до настоящего времени, этим летом отмечала бы свое 85-летие. Песни Зыкиной невероятно мелодичны и наполнены любовью к Родине, живы по сей день. Предлагаю вспомнить эту замечательную женщину, явившую миру множество великолепных песен. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края... Людмила Зыкина. Этой удивительной, величавой женщине было дано сделать русскую песню достоянием всего мира. Творческая биография Людмилы Зыкиной началась в 1947 году с участием во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого ее сразу приняли в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Спустя 10 лет Людмила Георгиевна стала лауреатом 6-го фестиваля молодежи и студентов в Москве, а в 1960-м победительницей Всероссийского конкурса артистов эстрады. В том же году стала солисткой Москонцерта. Полнозвучная, мягкая и тембристая мецо-сопрано Зыкиной была популярна во всех республиках СССР и во многих странах мира. В 1977 году Людмила Георгиевна создает Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», преподает в Московском государственном институте культуры и Российской академии музыки имени Гнисиных. Ее выступления украшают концерты. Людмила Зыкина стала символом эпохи, эталоном русской женщины. Она осталась в памяти яркой, красивой, ожившим портретом из детства. Сегодня у нас в гостях человек, лично знакомый с Людмилой Зыкиной. Заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии Юлия Учеватова. Юлия Учеватова – выпускница Московской музыкальной академии имени Гнисиных, солистка Оренбургской областной филармонии, преподаватель кафедры народного пения Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповичей, лауреат Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса России». В репертуаре заслуженной артистки России – романсы, русские народные, старинные и современные песни. Юлия Петровна, добрый день. Я очень рада видеть вас у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, когда состоялось ваше первое знакомство с творчеством Людмилы Зыкиной? Ну, вы знаете, банально, конечно, но с Людмилой Георгиевной встреча состоялась еще в детстве, потому что тогда телевидение работало на великих людей. Я одевала мамино платье, закрывала все двери, и одна пела издалека долго «Оренбургский пуховый платок», что тогда еще и не понимала, что когда-нибудь окажусь в городе Оренбурге. Юлия Петровна, какое в вашей жизни место занимает творчество Людмилы Зыкиной? Людмила Георгиевна всегда занимала ведущее место в моем творчестве, потому что она является эталоном русской певицы. И я, конечно, работая у нее, учащаясь в Гнесинском институте, я всегда преследовала именно ее направление народного пения. И, конечно, в моем репертуаре тоже очень много песен, которые когда-то Людмила Георгиевна исполняла. Я их с большим удовольствием исполняю, и народу это очень нравится. Спасибо. Юлия Петровна, вы лично знакомы с Людмилой Георгиевной. Расскажите, пожалуйста, о ней как о человеке. Людмила Георгиевна всегда была человеком очень добрым, всегда была отзывчивым человеком. В студенческие годы она всегда нас угощала чем-то приготовленным из ее рук. Она приносила нам, допустим, в гостиницу, у нее помощница была, она, Татьяна, отнеси студентам, они вечно голодные. То есть, ну, это было вот так вот по-матерински, по-доброму. Всегда было это, так сказать, приятно, хотя мы тогда еще это не оценивали. А по истечению многих лет я понимала, что Людмила Георгиевна во всем нас поддерживала, и, в общем-то, и финансово не было никаких проблем. Мы очень хорошо с ней жили. Подпитывались мы этим творчеством, энергетикой, и, конечно, видели, как любил ее народ. Юлия Петровна, скажите, пожалуйста, чем вам близки песни Людмилы Георгиевны? Людмила Георгиевна никогда не исполняла пустых песен. У нее практически каждая песня – это история, это баллада. Всегда есть большой душевный смысл, отклик для слушателей в этих песнях. Юлия Петровна, когда вы исполняете песни Людмилы Зыкиной, вы пытаетесь исполнить как она или в новом прочтении, в своем исполнении, как вы их чувствуете? Это было бы большой ошибкой, если бы я песни Людмилы Георгиевны пела бы как она. Но это просто невозможно, давайте начнем с этого. А, конечно, у меня свое прочтение, у меня есть своя, наверное, немножко другая душа, но невозможно это делать. И нельзя этого делать. Я никому не советую изображать Людмилу Георгиевну. Это именно изображать. Нужно обязательно любую песню, которую когда-то исполняла Людмила Георгиевна, донести до слушателя в своем прочтении. Конечно, свое видение должно быть у каждой артистки на эти песни. Тогда полюбят эти песни и молодежь. И краски другие должны в костюмах появляться. Вот представьте, я бы вышла как Людмила Георгиевна в таких статичных костюмах, как она выходила. Нет, у меня есть свое лицо, совершенно свое видение любого образа. Тем более я все-таки по первому образованию актриса, для меня это очень легко. Елена Петровна, спасибо, что побывали у нас в гостях. Спасибо вам за такое позитивное интервью. Дорогие телезрители, а сейчас у вас есть уникальная возможность услышать ансамбль «Коробейники» в студии программы «Интонация». В этот южный неласковый вечер, ПЕСНЯ Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Аренбурский пуховый платок, Пусть гуран все сильнее и смелетее, Мы не пустим его на порог, И тебя моя мама согреет Аренбурский пуховый платок И тебя моя мама согреет Аренбурский пуховый платок Кто-то однажды охарактеризовал культуру как совершенство в бытии. А что для вас значит культура? Ответ на этот вопрос вы сможете найти, побывав на мероприятиях, которые представлены в нашей афише. Многообразие человеческих судеб и характеров Красочный яркий мир предстает в работах выдающегося художника Анатолия Кошигина. Выставка «Маленький человек о большой стране», посвященная 75-летию живописца, откроется 4 июля в Оренбургском областном музее изобразительных искусств. 5 июля в Октябрьском районе пройдет традиционный областной праздник русского фольклора, посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе выступления лучших народных коллективов Оренбуржья, выставки «Национальные подворья». Торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут и в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее. Выставка «Дом большой и дружной семьи» станет подарком супружеским парам Оренбуржья. На сегодня я с вами прощаюсь. Насхищайте свою жизнь культурными событиями и до встречи ровно через неделю в программе «Интонация». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok